Дом Милосердия. Именно так можно сегодня назвать Центр социального обслуживания населения Московского района города. Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, инвалиды и пенсионеры. Для многих из них Центр и его сотрудники подарили вторую жизнь. Жизнь, полную новых открытий, добрых начинаний и ощущения того, что ты нужен обществу и миру. Во многом, благодаря атмосфере, которая царит на различных мероприятиях, организованных Центром социального обслуживания населения, люди обретают долгожданный смысл своего существования. А сотрудники, в свою очередь, вдохновение на продолжение своей нелегкой, но такой благородной миссии. Ребята вдохновляют, когда они приходят, и ты видишь, какие они пришли, например, замкнутые, либо же мамины, домашние такие. И ты видишь, насколько они развиваются, насколько они рады этому общению друг с другом, насколько они развиваются личностно, развивают свои какие-то умения, навыки. Это вдохновляет. Вы считаете, вы на своем месте? Да. Я думаю, да. Сегодня 115 таких уверенных в своем призвании сотрудников помогают людям, нуждающимся в поддержке. В центре действует 15 кружков, арт-студия «Радуга жизни», ассоциация «Позитив». Все эти инструменты социализации для разных возрастных групп – лишь малая часть той работы, которую проводят сотрудники учреждения. В итоге, по прошествии 25 лет, есть о чем сказать и чем гордиться. Главный составляющий успеха – это баланс опыта и молодости, востребованности и инновационный подход к работе. Мы востребованы в сфере оказания услуг и положительные отзывы о нашей работе говорят о ее качестве. «Самая главная задача – не растерять того, что у нас есть», – сказал в юбилейный день Сергей Воронин. И сотрудники центра в этом с ним солидарны. Конечно, планов на будущее никто не отменял. В основном они связаны с расширением спектра социальных услуг. Однако самое главное – это сложившийся дружный коллектив, представителям которого на юбилейном концерте были вручены благодарственные грамоты за самоотверженный труд. Ветераны, присутствующие на празднике, отмечают, что уважение молодых специалистов к профессионалам своего дела дарит необходимое ощущение нужности своего поистине бесценного опыта. «К себе чувствуем мы ветераны тоже уважение. Мы чувствуем уважение, потому что со стороны нашего руководителя, директора территориального центра, мы чувствуем уважение. Несоответственная молодежь тоже так же к нам относится. Поэтому очень приятно, что я до сих пор с ними работаю и чувствую, что я еще нужна». Концертная программа 25-го дня рождения центра была насыщенной. Огромное количество музыкальных номеров искренне несло поздравлений и пожеланий. И, наконец, награждение виновников торжества. Клава администрации Московского района города Вадим Кравчук вручил грамоту трудовому коллективу центра и выразил свою признательность за бесценный вклад в таком благородном деле, как помощь людям. «Я, конечно же, хочу пожелать каждому из работников прежде всего крепкого здоровья, благополучия, конечно же, удачи и исполнения желаний». Виктория Дрогобецкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ»